Да, Анатолий Павлович. Евгений Павлович, а существование совокупного рабочего класса предполагает наличие, кроме эксплуататорских классов в обществе, каких-то других классов? Или они поглощаются все совокупным рабочим классом? Существование совокупного рабочего класса не предполагает существование эксплуататорских классов. Это класс общества, либо переходящего к социализму, либо уже социалистического общества. Это класс некапиталистического общества. И все исследования зарубежных так называемых неомарксистов, которые занимаются проблемой постиндустриального общества, глобализации и так далее, свидетельствуют о том, что постиндустриальное общество – это посткапиталистическое общество, общество позднего капитализма, где начинает развиваться процесс социализации всей общественной жизни, в том числе и государственной жизни. Но я понял, Анатолий Павлович, возможно, меня уточнит, вопрос его так, хорошо, постиндустриальное социалистическое общество, а в нем, помимо совокупного рабочего класса, другие классы, социальные группы, будут ли существовать, или они исчезнут? Или этот совокупный рабочий класс все объял, и ничего остального? Будет существовать класс мелких предпринимателей, особенно в агропромышленном комплексе и в сфере промышленности услуг, мелких предпринимателей. Будет существовать класс, вернее не класс, а прослойка служащих, потому что служащие это не класс, а социальная прослойка. Будет существовать интеллигенция, не трудовая, не научная, не техническая интеллигенция. Вот по отношению к ним, не трудовая, это значит в сфере художественной и абстрактно-культурной деятельности. Я понимаю, она все-таки трудовая, не занятая. Нет, потому что мы имеем ввиду труд производительный только, потому что главным субъектом производительного труда постиндустриального общества будет вот этот совокупный рабочий класс. И вот по отношению к этим оставшимся еще новым классам и слоям населения потребуется диктатура этого совокупного рабочего класса. Потому что особенно художественная интеллигенция склонна, так сказать, взбрыкивать в любом обществе. И ее нужно осаждать. На что обращал внимание Иосиф Писаренович сразу после войны. И борьба с так называемым космополитизмом и с формализмом в искусстве, это не что иное, как продолжение ленинской политики, подложенном, что искусство принадлежит народу, а не какому-то абстрактному человеку, индивидуалисту. Спасибо.